Мир вам, дорогие братья и сестры! Сердечно всех приветствуем в этот вечер любого Господа нашего Иисуса Христа. Рады приветствовать, что сегодня слушает нас и смотрит. И давайте перед началом нашего служения пред Господом помолимся Ему, склонимся для молитвы. Отец Небесный, мы от всей души Тебе сердечно благодарим и славим за это радостное право называть Тебя нашим Отцом Небесным. А воочию мы благодарим Тебя, что мы храним и на путях Твоей жизни. Благодарность Тебе, Господь, за любовь, которую Ты явил к нам в Сыне Твом Иисусе Христе. Господи, мы в страхе и трепете стоим пред Тобой и просим Тебя, прости нас, очисти нас и даруй нам приступать к Тебе, Господь, с чистым сердцем, с чистыми руками, с чистыми устами. Поэтому, Господи, мы человеки и нуждаемся в Твоем божественном прощении, исцелении и помощи Твоей Святой. В этот вечер, Господи, наше желание прийти сюда, на себе место для того, чтобы иметь общение с Тобою, прославить Тебя, нашего Господа, поклониться Тебе и принести к Тебе наши нужды. Но самое главное, Господи, желание наших бессмертных душ, чтобы Ты напитал их словом живым и истинным. Господи, и поэтому просим Тебя вдохновить дорогих братьев, преподать Слово Вселенного Духа Святого, а Церкви даруй принимать это Слово и исполнять в своей жизни. Благослови наши хористы, воспеть Тебе стройно. Пусть Тебе несется хвала и слава, Господи, а Церковь Твоя и Дети Твою получают назидание. Кто сегодня не имеет возможности быть в Доме Твоем, больные, одинокие, слабенькие, Господи, посети их в эту минуту. Обрадуй их, Господи, кто сегодня слушает нас и смотрит нас. Пусть и через эти средства общения, Господи, они имеют общение с Тобою и с народом Твоим. Благослови всю нашу большую поместную Церковь, молодежь нашу, подростков, деточек, Господь, сохрани в этом злом развращенном мире. Сердечно-сердечно благодарность Тебе, Господи, что Ты слышишь молитвы Церкви и отвечаешь на них, Господи. Слава Тебе за помощь, которую Ты оказываешь больным, попавшим в беду, в трудности, переживания. И народ сердечно благодарит Тебя за молитвы Церкви Твоей, Святой. Благослови всех нас. Благослови, Господи, город, в Сакрамендах. Храни его от стихийных бедствий, Господи, от всяких неблагословений. Храни Калифорнию нашу, Господи, даруй мудрости властям Калифорнии и всей Америки, чтобы еще распространялось Слово Твое по всему лицу земли. Засвятится имя Твое. И пусть Тебе, единому, живому, премудрому Богу, через Иисуса Христа, дабудь честь, слава, величия и поклонения. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Блажет, кто молится, умеет, молитвоят сердца живой, Он Духом всегда поменеет, и светит, как ангел душой. Он Духом всегда поменеет, и светит, как ангел душой. В нем радости в солнышко светит, паская лучами трубит. За ним уж никто не заметит, проступал неверных и злых. За ним уж никто не заметит, проступал неверных и злых. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друга брач-сестра А какие у тебя цели в твоей жизни? Если честно, признаться друг другу чаще всего, в принципе, мы услышим в ответ такой стандартный набор Учить образование, закончить кауч университет, получить работу, обустроить личную жизнь жениться, выйти замуж купить дом и так далее Но, когда затрагивается вопрос относительно того, а какие Какие цели в нашей духовной жизни, какие цели относительно наших отношений с Господом? Чаще всего мы как-то слышим несколько таких стандартных фраз и желание быстрее как-то закончить этот разговор, уйти перевести тему на другую. И знаете, может быть потому, что просто этих целей нашей духовной жизни, если таковые имеются вообще, они занимают далеко не первые строчки в нашем списке наших жизненных приоритетов. Вы знаете, в последнее время как-то, хотя может быть это и не в последнее время, но я смотрю как бы со стороны своего возраста как-то грустно замечать то, что люди приходят к Богу, молодежь, не только молодежь, принимают крещение, дают обещания доброй совести, горят, пылают, служат. И потом через какое-то время ты теряешь этих людей из виду, ты видишь, что огонь любви, он как-то превращается в уголек, в желание и дерзновение некогда. Оно сменяется равнодушием. И знаете, наша жизнь, вот, она становится как бы похожа на запуск космического корабля. Да, вы знаете, его запускают, когда ему на Земле здесь импульс дают, потому что когда он выходит уже в космос, там нет никаких сил сопротивления, нет сил трения. Какую скорость задали здесь, такой он полетит и там. И как бы мы стремимся к тому, что нам бы вот только достичь какой-то такой духовной орбиты, а там уже как получится, там уже мы пойдем. Там, знаете, есть гимн такой, его поют на праздник жатвы. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, мне бы хотя бы одну душу к Иисусу привезти. Некоторые умельцы заменили эту последнюю строчку. Мне хотя бы свою душу до Иисуса донести. Очень не хотелось бы, чтобы действительно наша жизнь, она проходила под таким девизом. Но смотря вот на масштабность того, что действительно происходит остывание любви и того, что цели наши, они действительно как-то далеки от тех целей, о которых говорит слово Божье, невольно задаешься вопросом. Неужели действительно христианская жизнь, она должна проходить вот в таком русле? И может быть мы бы убеждались в этом, если бы только не смотря на наших братьев и сестер, которые живут абсолютно другой жизнью, которые свои многие годы следования за Христом, они горят все той же любовью, быть может не той же, а еще больше. И смотря на их радость при грузе их проблем, смотря на их уверенность при, казалось бы, безнадежности, их ситуации вот при этих повторяющихся словах Священного Писания Иисуса Христа, который говорит «Будьте совершенным» и задаем себе вопрос «Господь, а как? Как этого достичь? Как быть таким совершенным? Ведь вроде я уже все в своей жизни перепробовал, я хожу по воскресеньям в церковь, я открываю Библию, читаю ее по плану, я даже, быть может, присутствую на служении, ну физически, по крайней мере, я там стою. И в глазах других людей, быть может, я достигаю какой-то цели, я становлюсь безупречным, меня считают безупречным христианином, но ведь внутри меня так и не происходит каких-то душевных изменений. Не происходит вот этого сдвига, не происходит ощущение вот близости с Господом. Поэтому я хотел бы сегодня обратить наше внимание на три важные, неизменные духовные основы, духовные столпа, на которых нам следует строить наш путь. Путь к достижению совершенства, о котором говорит Иисус Христос. Знаете, в греческом языке это слово совершенство, оно характеризуется достижением какой-то определенной поставленной цели. И когда Христос нам говорит о том, чтобы мы были совершенны, чтобы мы исполняли Его повеление, причем указывая на эталон, к чему мы должны стремиться, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Мы не можем, конечно, достичь абсолютного совершенства Господа, мы не можем достичь совершенства Его всесилия, Его всемогущества, Его всезнания. Но о другом совершенстве здесь говорит Христос. Он говорит, будьте совершенны, потому что совершенством является это высшая степень познания Бога. Будьте совершенны, стремитесь к этому в совершенной нравственной чистоте. Стремитесь к целостности с Богом, стремитесь к этой духовной зрелости. И первое, о чем нам говорит Священное Писание, без чего нельзя добиться познания, без чего нельзя действительно стремиться и достигать этой цели. Цели духовного совершенства, это без твердого совершенного основания, на котором зыждется наша вера, наше учение, и таким основанием является Слово Божие. Апостол Павел своим посланием к Оринфинам в первом послании, в третьей главе, он говорит, что ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Иисус Христос, наш Господь и Бог, которое есть Слово, которое есть Истина. И Давид в 18-м Псалме, в 8-м стихе, говорит в следующие слова. «Закон Господа совершен, он укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». Знаете, действительно, совершенность Божьего Слова, оно состоит, во-первых, в том, что оно неизменное, и в том, что оно верно. Мы можем смело строить нашу жизнь, слагать ее на этом основании, не боясь того, что пройдет какое-то время, и мы придем в духовный тупик, не боясь того, что сила Божия, Божьего Слова перестанет действовать в нас через какое-то время, не боясь того, что мы ощутим какое-то духовное разочарование, которое происходит, когда мы полагаемся на слова людей, то очень часто можно видеть, когда сбираются какие-то правители, президенты, руководящие лица, они многое обещают, люди доверяются им, и через какое-то время наступает вот это ощущение этой безнадежности из-за невыполнения всех этих обязательств, но такого не происходит с Божьим Словом. И Давид, он восхищается, ликует этому совершенству, причем, братья и сестры, в то время Давид не обладал всей полнотой Божьего Слова, у него не было всей Библии, у него была лишь часть закона, у него был закон Моисеев, но при всем при этом он восхищается его совершенством. А как же нам с вами? Ведь у нас с вами есть законченное Слово Божье, Божье откровение. Как мы относимся к этому? На что мы его порой меняем, когда в желании, вы знаете, найти какой-то быстрый ответ на поставлен наш духовный вопрос? К чему мы обращаемся? К Слову Божьему? Вы знаете, вот в последнее время, может быть, последнее десятилетие, согласитесь, что такой размах, с которым начали христианская литература, духовная литература, называют духовно-назидательной, она получила очень большое распространение, и сейчас, в принципе, полки книжных магазинов, они просто заполнены этой литературой. И цель этих книг, она, в принципе, благая для того, чтобы утешить христиан, поддержать их в тяжелых обстоятельствах их жизненных, поделиться каким-то с опытом. Но вот замечена такая закономерность, что чем больше духовных проблем поднимают эти книги, тем больше этих духовных проблем и появляются в людях. И причина, ответ на это только один, «Потому что забыта основная книга, забыто Слово Божие, которое лежит на полках и пылится. Если оно не забыто, то отношение к нему стало такое же, как к обычной литературе, к обычной книге. Сегодня почитаю такую книгу, ну, завтра открою Слово Божие, а послезавтра возьму что-нибудь еще интересное, где еще какую-нибудь интересную мысль выложу». Вы знаете, совершенство Божьего Слова состоит в том, что вот в этот век большой суеты, большого объема информации, которая нас наполняет, не то, что он уже наполняет, а порой даже разрывает. Слово Божие – это единственная книга, это единственная истина, которая удерживает наш взгляд на Христе, удерживает наш взгляд на Боге. И это необходимо, важно для того, чтобы стремиться вот к этой цели, духовной зрелости, к познанию нашего Господа, чтобы выполнять это поручение, повеление, которое дает Христос. Будьте совершенны. Поэтому, дорогой друг, если ты только недавно принял Господа в свое сердце, или, быть может, брат или сестра, ты уже давно ходишь в церковь, но в тебе нет вот этой любви, в тебе нет этого трепета. Божьему Слову ты открываешь его, потому что сегодня в твоем графике сказано прочитать четыре или пять глав. Ты просто механически пробегаешь глазами по строкам и закрываешь его снова. Второй друг, обратись сегодня к Господу искренне и просто скажи, «Господь, я хочу любви к Твоему Слову. Я хочу, чтобы эта книга не только стояла на самом видном месте в моем доме, я хочу, чтобы эта книга и мое отношение к ней, оно было на самом видном месте в моем сердце». Второе, о чем говорит нам Слово Божие, о чем невозможно, стремление к духовному совершенству, это беспознание исполнения Божьей воли. Вы знаете, я думаю, что вы, наверное, часто слышали такие слова. Я хочу, а быть может, и задавали их себе сами, говорили. Я хочу жить настоящей христианской жизнью. Я хочу жить полной христианской жизнью. В то же время люди, произнося эти слова, они не предпринимают дальше никаких попыток к тому, чтобы узнать, а как угодно Господу, чтобы ты жил, как Богу угодно, чтобы шла действительно твоя жизнь. И вот это отсутствие желания, познания воли и естественное исполнение ее, оно оказывает очень пагубное воздействие, и оно буквально останавливает нас на нашем пути к Богу. Мы, знаете, своего рода попадаем в какую-то яму и просто начинаем там буксовать. Нет, ну мы познаем волю, мы просим и желаем узнать его волю, но в каких-то таких масштабных вопросах нашей жизни. На кого пойти учиться, на ком жениться, за кого выйти замуж, какую профессию обрести. И, может быть, потому что место, которое, наверное, все из нас, когда принимали крещение, проходили эти курсы, мы учили, что воля Божия есть освящение наше, но почему, когда доходит до нашей жизни, мы как-то, знаете, воспринимаем его общее. Да, Господи, так и есть, но вот в моей жизни как-то особенно. Мне нужно что-то самому подправить, что-то самому подкорректировать, внести какие-то свои изменения, ведь это не так. Ведь освящение, ведь путь освящения, он и состоит из наших каждодневных маленьких шажков, нашей мысли, нашего дела, нашего слова, тех решений, которые мы принимаем. Господь хочет, чтобы мы во всем этом действительно познавали его волю. И, конечно, знаете, идя по жизни, мы своего рода так обрастаем таким ненужным багажом духовным, какими-то привычками, неугодными Богу, какими-то чертами характера, от которых Господь хочет, чтобы мы освободились. Но нам больно, нам неудобно, нам неприятно от всего этого освобождаться. И поэтому это тоже своего рода, оно нас, знаете, останавливает. Поэтому, какой друг, быть может, ты опять же говорил себе, что ты хочешь жить христианской жизнью, той жизнью, в которой, быть может, живут твои друзья, твои братья и сестры, тех, которых ты видишь в церкви. Ты видишь, понимаешь, что твоя жизнь отличается. Может, Господь пытается тебе сказать, что тебе нужно от чего-то избавиться. Может, Он стучит в твое сердце, желает тебе действительно явить свою волю, а ты все так же упорно не впускаешь его в свое сердце, так же упорно пытаешься не применить это в своей жизни. И третье, о чем говорит нам Слово Божие, опять же, без чего невозможно быть совершенным духовно, это без того, чтобы не научаться не идти Божьими путями. Вы знаете, молитва Давида во второй книге Царств, во второй главе 31 стих, он говорит, Бог, не порочен путь Твой. И в 24-м псалме, 4-й стих он звучит, Господи, укажи мне пути Твои и научи меня стезям Твоим. Знаете, если нам нужно попасть в какое-то место, проехать по какому-то маршруту, мы не знаем, как туда попасть, мы заходим обычно на интернет, заходим в Google Maps, там в строке адресной начинаем набирать адрес. И достаточно ввести несколько цифр или несколько букв этого адреса, как компьютер, выдает уже возможные варианты. Нам лишь стоит выбрать наш конечный пункт назначения, и после этого нам выдается полный дирекшн с указанием поворотов, количество фитов, которые нам нужно проехать, чтобы достичь этого места. Друзья, нельзя так познавать путь Господень. Этот принцип, его нельзя применить в нашей духовной жизни, не применяя никаких усилий, лишь сделав какие-то, вы знаете, такие шажки, и сразу узнать, каков он. В аэропортах, знаете, есть такие дорожки, на них становишься бегущие, и они тебя доводят до определенного пункта, с парковки до аэропорта. Я всегда думал, вот для чего эти дорожки? Вроде вот идешь с такой же скоростью, что дорожка едет, что человек идет. Дело в том, что на дорожку ты стал и поехал, не применяя никаких усилий. А идти нужно, нужно прикладывать усилия какие-то. Так и в нашей жизни, чтобы идти по Божьему пути, мы не можем просто стать. В Днепр, если вчера мы горели, и Господь указал нам свой путь, мы стали на Него, это не значит, что сложив руки, мы пройдем всю нашу так жизнь. Завтра может оказаться поворот, причем крутой. И если мы будем стоять духовно, вот так абсолютно инертными, то мы обязательно слетим с этого поворота. И Давид, он говорит, Господи, укажи мне пути Твои, научи меня, Давид. Если Давид просит Господа научить его, братья и сестры, каково нам, Давид, которого Эспод назвал мужем по сердцу своему, который пребывал в постоянных молитвах. Пример поклонения Давиду, он напитан, им напитана Библия, им напитаны все псалмы. Мы берем с этого пример, мы бесконечно проповедуем на псалмы, слышим эти проповеди. Знаете, желание мое сердце, когда я готовился к этой проповеди, у меня возникло желание просто поблагодарить Бога, поблагодарить за то, что Он в Своем Сыне Иисусе Христе не просто даровал нам возможность стремиться к какой-то безупречности в глазах других людей, Он даровал нам великую возможность действительно стремиться вот к этой цели на протяжении всей нашей жизни, к цели познания Его, к цели духовного совершенства. Он не только призвал нас к этому, Он не только указал нам этот путь, Он не оставил нас на произвол, говоря, ну как у кого получится, тот так и дойдет. Он оставил все самое необходимое, чтобы действительно достичь этой цели. Вот от этих трех основных вещах, от этих трех основных столпах, о Слове Божьем, о познании Божьей воли, которая есть блага угодна и совершенна, о том, чтобы идти Его путями непорочными, чтобы каждый день, всякий день просить, чтобы Господь указал и научил нас этим путям. Хотел бы воздать сейчас Ему за это хвалу и помолиться. Аминь. Иисус мой, 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 Как же прекрасен Ты, Создатель мой, Иисус мой, Я счастлив с тобой. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я прочту два места Священного Писания Потом попытаюсь объяснить, почему я их читаю Евангелие от Иоанна, 21 глава Говорит ему в третий раз Симон Ионин «Любишь ли ты меня?» Пётр опечалился, что в третий раз спросил его «Любишь ли меня?» И сказал ему «Господи, ты всё знаешь! Ты знаешь, что я люблю тебя!» Иисус говорит ему «Паси овец моих!» Истинно, истинно говорю тебе Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел А когда состареешься, то простарёшь руки твои И другой припояшет тебя и поведёт, куда не хочешь Сказал же это, давая разуметь, Какую смертью Пётр прославит Бога И сказав сие, говорит ему «Иди за Мною» Пётр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус И который на вечере, преклонившись в груди его, сказал «Господи, кто предаст тебя?» Его, увидев Пётр, говорит Иисусу «Господи, а он что?» Иисус говорит ему «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною» И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрёт Но Иисус не сказал ему, что не умрёт «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» И послание апостола Павла к римлянам Четвёртый стих «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его» Но первое замечание, я хочу обратить ваше внимание на то, что это разговор вопросами Я так себе представляю, что это было уже после воскресения Иисуса Христа И он неожиданно явился перед учениками Там, пробуемо, семь человек их было Предложил им есть, вот они поели То, что он предложил, то, что он приготовил Каким-то образом, чудодейственным, видимо И так же, как он появился неожиданно Так он стал отходить неожиданно И, уходя, он сказал Петру «Иди за мною» Тот пошёл Надо полагать, что все ученики остались там А Иоанн пошёл за ним И Пётр спрашивает «А что он?» А тот ему говорит «Что тебе до того? Ты иди за мною» Здесь весь разговор на вопросах И второй разговор, который я прочёл Здесь тоже вопрос Кто ты, осуждающий другого? Вообще, вот это место Священного Писания Объясняется по-разному, очень сложно Но мне как-то представляется, что это обычная житейская обстановка Вот так как неожиданно позвал Петра за собой Христос Он так за ним пошёл И вот так неожиданно Что это чисто житейская обстановка Но в этом разговоре кроется очень важные, очень важные вопросы и очень важные ответы И как вы понимаете, что это разговор Божий Это разговор Христа с человеком Разговор, касающийся Его в данном случае лично И он как-то, так сказать, выразил мысль, что Ну, хорошо, ты меня позвал, а он что? Дорогие друзья, знаете, почему мне положились эти мысли? Вот, поделиться ими Я не предполагал, что нас, Канада, будет благодарить за интернет Правда, Леонид Петрович сказал, что для того и создан интернет Чтобы транслировать наши служения Но я хочу обратить ваше внимание И уже это неоднократно делалось Что мы действительно должны быть Даже не знаю меру благодарности Богу За то, что мы имеем в духовном плане За то, что мы имеем эти служения Это обилие Слова Божьего во всех формах И в устной, разговорной кафедре И то, что поют Ведь если мы внимательно слушаем Ведь там же звучит то же самое Слово Божье И стихотворения И молитвы, когда они по содержанию Это все звучит Слово Божье Нет другого источника О том, о чем говорил брат Сережа Нет другого источника познания Я тоже сегодня задаюсь этим вопросом С какой обилии Может быть, несколько небрежно Может быть, неуважительно Писаний Объясняющих Комментирующих И я даже дошел до того, что я позволяю себе говорить Друзья, особенно молодые Ничего не читайте до того Как вы не прочтете Библию До того, как вы не воспримите ее Такой, как она звучит Без чужих Предрассудков Без чужих объяснений То, что вам Бог скажет Через это Писание Потому что это наиболее Верное Восприятие Еще, будучи там на родине Я установил для себя Такую деталь Когда люди приходят к Богу Из неверующей среды Читают Евангелие Оказывается, что они все правильно понимают Они понимают правильнее Чем люди, которые уже верующие Которые уже ходят с предрассудками С предвзятостями С какими-то своими традициями Своими мнениями А они читают чистое слово С чистым умом Не засоренным ничем И понимают Поэтому я смею утверждать Что для того, чтобы познать волю Божью О чем говорил брат Сережа Мы не сговаривались Нужно читать внимательно Что говорит Бог Потому что каждое слово Священного Писания Если мы, конечно, принимаем это так Это Слово Божие Это Он говорит Он говорит Непосредственно Он говорит через пророков Он говорит К нам Людям И посредством проповеди Но вот проповедь Это уже Каждый раз Я тоже говорил Я для себя Сестра здесь говорила Стихотворение утром И она высказала Трепет своего сердца Я тоже всегда сознаю Трепет этого Как опасно Говорить Слово Божие А вдруг Я не так говорю Поэтому я говорю Рядом стоит автор Христос Бог И спрашивает А что ты такое говоришь Ярослав? Вы понимаете Какая ответственность Когда мы касаемся Слова Божьего И даже в средствах передачи Поэтому я часто оговариваюсь Друзья Оговариваюсь Я передаю Так как я воспринял Так как мне открылось Для себя Вот Никому не навязывая Никому не предывая Никого не уча Я делюсь тем Как мне открылось И вот так Вот это место Я тоже понимаю Что оно вроде бы Обыденное Но здесь Какая глубина Какая глубина Чисто божеского Обращения К человеку И человека к Богу Он говорит Иди За мною И что он еще Интересного говорит Ну что ты смотришь Что ты удивляешься Ты Иди За мною Я это еще к чему говорю При всей красоте При всем обилии В собрании Нашем И в других Наверное Благословенных собраниях Мы имеем Обилие И Слово Божье И дорогие друзья Что бы мы ни слышали Что бы нам ни говорили Я верю Что среди нас Есть святые люди Я верю Потому что Церковь будет До самого момента Восхищения Святые люди Будут на земле Вы наверное Слышите Я слышу Пишут нам Напоминают нам Вот какая Вот какие Дорогие друзья И в этом Для нас Нет ничего Удивительного Ведь Христос Сам сказал Почва Сеют Называют Четыре почвы Три Бесплодные Три Ничего не дают Четвертая Дает И тоже Дает по-разному Тридцать Шестьдесят И сто Крат Это та почва Где сеется Пшеница Где сеется Истинное Слово Божье Как много Зависит От почвы Которая Принимает Это слово И еще Одну притчу Он говорит Тоже для меня Удивительная Притча О плевелах Поле Это мир Я рассуждаю Поле Это весь мир Хороший Добрый человек Посеял Доброе Семя Христос Посеял Доброе Семя В церкви Пшеницу Кусочек Пшеница Это не все Поле Это не весь мир Это лоскутками Пшеница Но этот же Недобрый человек Идет Не сеет Там Где все Поле Где весь мир А идет И сеет Там Где пшеница Когда Христос Говорит Еще притчу Когда Вынимают Рыбы Из воды Отбрасывают Негодные Отбирают Туда Сюда Притча О десяти Девах Говорят Что она не касается Церкви Касается Пять Мудрых Но пять Неразумных Дорогие друзья Куда мы от этого Можем деваться Мы должны Это понимать Что в этой Среде Вот в такой Среде Формируется Истинный Поклонник Божий Истинное Дитя Божие Я не говорю Еще О негодных Людях А ведь Они же тоже Есть Дорогие друзья Негодные Люди Сегодня утром Павел Михайлович Читал Разбор Когда Саула Воздвиг Самуил Нашлись Негодные Люди Говорили Он будет Спасать Навуфея Кто Кто Убил До самого Христа Кто Осудил Негодные Свидетели Негодные Люди И они Есть И они Будут Дорогие Друзья Все О чем Нам Говорят Упрекают Не такие Не такие Собрания Мертвые Все Что угодно Говорят Все Что угодно Пишут Дорогие Друзья Но Всему Всему Надлежит Быть Но Святые Здесь Есть Или нет Есть Святые И будут Святые Поэтому Наша Задача Дорогие Друзья Кто Что бы Что бы Враг Не говорил Здесь Еще К месту Наверное Вспомнить Почему-то Оно Мне Вспомнилось Когда Возвратились Евреи Из плена Начали Отстраивать Иерусалим Нужно Было Стену Построить Вокруг Города Потому Что Все время Набеги Все время И Кинулись Строить Неем Я этим Занимался И Нашлись Аравитяне Нашлись Негодные Люди Которые Начали Мешать Начали Всячески Наговаривать Депеши Писать Царю И Грозились Вообще Пойти Разрушить Больше Того Восставала Лжепророчица Которая Хотела Ну Убить Эту Инициативу Убить Решимость Строить И они Строили Почему Запомнилось Это место В одной Руке Держали Оружие А в другой А другой Строили В таких Условиях Там Интересное Число За 52 Дня Воздвигли Стену Вокруг Иерусалима Но Там где Делает Что-то Господь Там где Делает Кто-то Посланный Богом Найденный Богом Поставленный Богом Что-то Делает Обязательно Обязательно Вот эти Вот эти Силы Потому что Они Инспирируются Вы понимаете Это бедные люди Через которых Это делается Бедные люди Мы Когда Через нас Дьявол Действует Бедные люди Когда мы Грешим Бедные Мы люди Называясь Детьми Божьими Поступая Не по Божьему Вот где Наша Задача Наша Задача Что бы Вокруг Не творилось В хорошем Состоянии Церковь Хорошее Правительство Гонение Или Какие бы Условия Ни были Церковь Кстати Если мы Читаем Историю Церкви Она Бедная Вот так Всю От первых Дней Она так И шла Она так Идет И до Последнего Дня И до Последнего Жуткого Дня Когда он Говорит Что пришед Христос Найдет ли Веру На земле Вы Понимаете Но Это же Не значит Что Расслабиться Впасть В отчаяние Разочароваться Нет Что тебе До того Ты Иди За мною Ответственны Каждый Никто За нас Ни церковный Совет Ни Пресвитер Никто Мы пугаем Вот ты Будешь Отвечать Дорогие Друзья Отвечать Будем Каждый Мы За себя Никто Не будет Нам там Ни Ходатаем Ни Адвокатом Ничего Этого Не будет Будем Мы И Бог Будет Наше Знание Наше Понимание Бога И Наше Служение Богу Поэтому Вот этот Вот Призыв Христа Это Мне кажется Очень Ободряющий Ободряющий Голос Учителя Ободряющий Голос Отца Нашего Небесного Ходатая Подлинного Первосвященника Нашего Который Говорит Иди За Мной Вот Почему Я Настаиваю На том Ну Как Настаиваю Мое Такое Мнение Что Действительно Очень Хорошо Каждый Из Христиан Независимо От собрания Независимо От того Что Здесь Делается Как Преподается Но Все Что Здесь Говорится Он Обязан Пропустить Кстати Тоже Сегодня Хорошая Была проповедь Как мы должны Слушать Слышать Помните Да Все Должен Пропустить Через свое Сознание Через свое Познание Потому что То Как я Воспринял Как я Понял Так я Должен Поступать Как Понял Как Воспринял По тому Правилу И живи Это Свободная Воля Человека Это Бог Дал Право И требует Этого Он Призывает Ну Тоже Может Кто-то Меня Спорит Что Он Призывает Только Сознательных Христиан Невозможно Ему Служить Невозможно Быть Настоящим Христианином Просто По традиции Просто Потому что Родился В верующей Семье Просто Потому что Сейчас Это Престижно Ведь Сегодня Очень Престижно Некуда Ити Все Идут Церков Все А Так Бог Не Принимает Бог Принимает Тех Кто Искренне Идет К Нему Кто Думает Что Он Делает Кто Думает Как Это Делать Кстати Вот Если Взять На себя Смелость Дополнить Наверное Так Лучше Выразиться Да Дополнить Проповедь Сережи Он Говорил О том Каким Должен Быть Христианин Мы Все Время Как-то Упрощаем И говорим Что О каком Совершенстве Человека Может Ити Речь Но Неужели Бог Напрасно Сказал Чтобы Мы Были Совершенны Как Отец Наш Небесный Неужели Это Просто Лозунги Извините Как Когда-то Были Лозунги Нашего Коммунистического Общества Да Здравствует Коммунизм Ну И пусть Здравствует Дело В том Что Это Это Тот Идеал Которому Должен Стремиться Верующий Человек И Я Просто Хочу Дополняя Я сидел И вот Слушал И мне Кажется Это Очень Существенно Практическая Сторона Нашего Совершенства Вот Как Себя Оценить Никто 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 Я могу Выглядеть Как Вам Захочется Сегодня Много Говорено О том Сколько У нас Лицемерия Сколько У нас Фальши Вот Нас Упрекают Кто Кому Как Гражд Но Дело В том Что Есть За что Упрекаться К сожалению Это Есть У нас Очень много этой фальши. Мы знаем, какими мы должны быть здесь в собрании, и забываем, какими нам нужно быть в доме или где-то на работе, или где-то. Мы двуличные. Это большая, большой изъян христианина. Но очень простая формула, очень простая. Это пятая глава послания к евреям. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Не сведущ в слове правды. И дальше. Твёрдая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Какая простая формула и какая умная, как есть выражение, всё гениально просто. Очень простой принцип, которым я могу оценить себя. Так всё-таки я добрые поделаю или злое? Добрые или недобрые? Это каждый может оценить. Себя. Извне трудно. Извне трудно. Мы можем притворяться. Но себя зачем обманывать? Писание часто говорит, не обманывайтесь, не обманывайтесь, не обманывайте себя. Что худшего можно придумать? Не обманывайте себя. Так вот, моё состояние перед Богом, я его должен оценивать. И каждый день, что я сказал, что я подумал, что я сделал, я должен пропустить через своё сознание. Ну, я так рассуждаю. И в простой вечерней молитве сказать, Господи, вот тоже я не так всё-таки сказал. Вот то я всё-таки... Вот как-то надо было иначе. То есть, добрая совесть наша, которую мы обещали Богу, она должна постоянно работать. Она постоянно должна мне говорить, так доброе я делаю или худое. Потому что поэтому познаётся человек, поэтому нас будет оценивать небо, дорогие друзья. Что ты делал, живя в теле? Доброе или худое? Нет другого, другой лакмусовой бумажки, которая оценивала бы мою веру, мои слова, моё подвижничество, моё служение, всё, что угодно. Нет другой лакмусовой. Так всё-таки почему ты это делаешь? Да, ты большой человек, да, ты проповедуешь, да, ты говоришь такие истины. А зачем ты это делаешь? И делаешь ли ты так, как ты говоришь? Вы понимаете, что значит иметь добрую совесть, которую мы обещаем Богу? Вот, если добрая совесть научена, научена, приучена к развлечению добра и зла, это не даётся автоматически, это не даётся покрывалом благодати, это труд, индивидуальный труд, ответственный труд каждого христианина, кто приходит к Господу, кто хочет вечной жизни, кто хочет спасения, кто действительно верит, что будет праведный суд, праведный суд, там будет право оценено и недоброе, и доброе. Поэтому у нас вот эта тема, как поступать друг с другом, как поступать, когда у нас разные мнения, кстати, норма, это норма, дорогие друзья, то, что у нас разномыслие, это норма, что у нас разные мнения, и нечего возмущаться, нечего возмущаться, вот он, такой он, потому что я не так думаю. Нечего возмущаться, разномыслия не должны стать предметом разногласий, не дай Бог, за правду нельзя бороться нечестными путями или недоброй совестью, каким бы правдолюбцем я ни казался, что бы я там ни говорил. Если я непорядочный человек, о какой правде речь может идти? О какой чистоте я борюсь? Если я такой умный, я такой сознательный, мне говорит Христос одно, ты иди за мною, ты знаешь, как идти? Ты иди за мною и не осуждай брата твоего. Да, он не ест, он вегетарианец. Там, кстати, это по этому поводу, но мысль-то общая. Не осуждай, он перед своим Господом стоит. Он стоит, если даже упадет, это власть Божья, он поднимется, но ты к нему относись с совестью, которая помогает ему, которая учитывает его слабости. Немощных не надо осуждать, немощных не надо каким-то образом хаять, пугать или страшить. Нужно чистое Слово Божие. Лучшей проповеди, лучшего источника для того, чтобы каялись люди, чтобы мы каялись, чем Писание никто лучше сказать не может, чем говорит Священное Писание, дорогие друзья. Вот почему я все время призываю, я в себе так понимаю, я когда что-то читаю, я хочу дочитаться, что мне вот это место Священного Писания. Поэтому я еще раз говорю, стараюсь избегать комментариев, в крайнем случае, беру, читаю, и мне интересно, если, скажем, я понимаю, так как комментаторы говорят, и все, значит, просто радостно, что, ну, слава Богу, открыл. Но бывают случаи, когда я не соглашаюсь, и тем более, что, дорогие друзья, вы посмотрите, что сегодня делается, сколько мнений, сколько учений, сколько понятий о спасении, сколько путей предлагается, дорогие друзья, а формула остается одна и та же. Так все-таки способен я различать добро и зло? Совесть моя автоматически работает или не работает? Вот где, мне кажется, корень нашего упования, корень нашей святости, потому что, если совесть наша не очищена Богом, не освящена Словом Божьим, если она не святая, то ничего доброго, правильно сегодня говорил Владимир Евгеньевич, ничего доброго человек не сможет, автоматически ничего он не сделает, объективно он не может сделать, поэтому действительно нужно абсолютно истинное рождение свыше. Человек, приходящий к Богу, который нормально к нему приходит, да, должен быть рожден свыше. Это акт сложный, тоже двухсторонний, здесь и человеческая сторона, и божеская сторона, но, когда касается возрождения, я себе говорю, пытаюсь говорить, скажем, когда мы с молодежью говорим, что за Богом остановки не будет. Господь крестит человека, погружает свое тело, если человек правильно дошел до этого момента. Бог никогда не ошибится, не замедлит, не опередит, он делает. Но рождение свыше действительно нужно, иначе мы просто не способны, объективно не способны будем иметь даже добрую совесть. И когда у нас даже добрая совесть, пока она еще не сожжена, мы вроде все за правду, вы знаете, что все, с кем вы не поговорите, все за правду борются, но к этой правде очень немногие приходят, потому что дело, когда доходит до личного поведения, идут все на сделку с этой бедной совестью и поступают как выгоднее, как лучше. Поэтому, дорогие друзья, я для себя сделал вывод, что бы вокруг обо мне не говорили, что бы во мне... Кстати, это слова апостола Павла. Как бы вы обо мне не судили, он так говорит, что ему безразлично, он говорит, я и сам не сужу себя, потому что Богу предоставляем мы право судить нас и через наше сознание. Поэтому давайте не заглядывать по сторонам, не смотреть, как кто-то, а все время смотреть. Если я заметил, что кто-то не так поступает, Господи, убереги его, убереги меня. Если я знаю, как нужно поступать, то дай мне силы, потому что так все, что не по вере, грех. Но кто знает делать добро и не делает, все равно грех. Поэтому давайте будем совершенны. я совершенно согласен с братом Сергеем. К совершенству Бог нас призывает. Христианин должен быть святым, совершенным и праведным. Аминь. Помолимся. Христианин Христианин И благодать госту нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, дорогие братцы.